Солнечный удар по ценам Здравствуйте! В студии Елена Серехова. И вот коротко то, что ждет вас в выпуске. Дожди пугают сотрудников МЧС. Специалисты фиксируют значительное повышение уровня воды в Свердловских реках. Стоит ли опасаться жителям Тагила? Тонут в лужах. Жители 32-го дома по улице Тимирязева избавляются от воды. Дождевые стоки проникли даже в подполье, как ливни туда добрались. Тагильские садоводы идут против течения. Дачники умудряются в такую погоду выращивать на своих грядках даже виноград. Смотр конкурс на лучший участок и сад стартовал, что приготовили участники для жюри. Дождей заставляют насторожиться спасатели. Свердловские реки готовы выйти из берегов. Сегодня специалисты зафиксировали повышение уровня воды в некоторых местах даже на полметра. К счастью, до жилых домов реки пока не добрались. Ни одного случая подтопления не зарегистрировано. Но дожди, по прогнозам, будут лить до самого воскресенья. А значит, и уровень воды в реках будет только повышаться. Что касается паводка и обстановки, у нас уровни, согласно нормам все, водосброс идет. То есть нижние выиски, верхние выиски и нижний тагильский путь. То есть водительский ТЭС, в принципе, сбрасывают постепенно. Но я думаю, повышенную готовность водить не будем. Пока в Тагиле реки не предоставляют для горожан опасности. В напряжении держат тагильчан лужи. Жители 32-го дома по улице Тимирязева в них практически тонут. Дождевую воду черпают из подъездов. И просто говорят, некуда уйти. Колодец кто-то забетонировал. Люди жалуются на бездействие коммунальщиков, но те, как выяснилось о проблеме, даже и не слышали. Подробности в сюжете. От вчерашней бури лишь одна мокрая полоса. И только волны, форму которых приобрели доски в подъезде, говорят, что стихия здесь поселилась давно. Вот это место у нас все закрывает полностью. В сланцах я здесь не пройду. Я вчера утром приехала из сада. Думала, все, болотники одевай. Приехала, у меня ноги мокрые все были. Теперь они всегда при себе держат резиновые сапоги и щебень. Вода, рассказывает, подступает к квартирам, топит подполье. А возле нескольких домов растеклись лужи. Я как правнукам иду, говорю, купаться будем тут мы, потому что. И там 36-й дом тоже не пройти. Вот с садиком веду ребенка тоже не могу не пройти. Ничего, надо тоже сапоги. Кругом это все разрыто. Вода территорию трех домов по Темирязево любит. Люди рассчитали. Не уходит как минимум по двум причинам. Незасфильтированные дорожки и колодец, которые кто-то забетонировал вокруг. Я вчера звонила водоканалу, чтобы нам это, хотя бы дырки просверлили. Это не наша проблема. У вас есть ООО 600, обращайтесь. Мы сами канавы, канавы вот эти сами делаем, копаем, чтобы вода немножко уходила. А вы в ЖЭК-то обращались? Да. Что там говорят? А нам сказали, это не их, но это водоканал. В управляющей компании об этой проблеме узнали от нас. Поискали заявку от жителей, но ничего не нашли. По поводу такой проблемы по Темирязево 32 я слышу впервые. И заявок от жильцов не поступало. По мере поступления, если будут заявки такие, жалобы какие-либо, мы выйдем на место. И если проблема действительно есть, она будет решена. Тогда, говорят, вызовут и водоканал. Специалисты смогут открыть колодец и проблему решить. Потому жители ждут у себя в компании, чтобы принять заявку. Высокая скорость и плохая дорога отправил на тот свет целую семью. Стали известны причины трагедии, которая накануне произошла под Нижним Тагилом. Напомним, на 150-м километре Серовского тракта в мостовоз врезалась иномарка, в которой ехали родители со своими двумя детьми. Одному из малышей было около года, другому 12 лет. Полицейские рассказали, дорога, где случилась авария, очень плохая. Сплошные выбоины и колеи. Потому на трассе поставили ограничение скорости до 70. Но отец двух детей, который сидел за рулем, этим фактом пренебрег. Ехал со скоростью 100 км в час. Более того, рассказали сотрудники ДПС, мужчина за последние три года 30 раз привлекался за нарушение ПДД. А также дважды оставлял место ДТП, после чего его арестовывали. Сотрудник мэрии сядет за решетку на год. Накануне суд Ленинского района вынес приговор Валерию Кузьминых, бывшему начальнику управления ЖКХ администрации города. Напомню, несколько месяцев назад чиновника задержали с поличным, когда он пытался получить взятку прямо на рабочем месте. Он вымогал деньги за победу в конкурсе, в котором решалось, кто получит муниципальный заказ на капремонт дома. Суд признал чиновника виновным в мошенничестве. Согласно Уголовному кодексу, такие преступники должны заплатить штраф от 100 до 500 тысяч рублей, а также сесть в тюрьму на 5 или 6 лет. Либо выполнять принудительные работы. Валерию Кузьминых приговор смягчили и приговорили к одному году лишения свободы. В течение 10 дней бывший муниципальный служащий решение может оспорить. Киоски доживают свои последние дни. Городская администрация готовится снести около 100 ларьков. Уже составлен список. Одни туда попали из-за незаконной постройки, другие из-за непривлекательного внешнего вида. Облик Нижнего Тагила должен меняться в лучшую сторону. Вот что хотите со мной делать, то есть облик Нижнего Тагила должен меняться в положительную сторону. Но вот это никак нас не красит. На въезде приезжающие вот это, ну это даже не Аля-90, это вообще какой-то китайский рынок получается. Может на самом деле это и надо, и востребовано, но значит цивилизованно какой-то вид приведено. Один из объектов, которые решили снести, овощной киоск на привокзальной площади. На очереди еще 9 павильонов в Ленинском и Тагилстроевском районах. Самый крупный из них кафе напротив стадиона «Юность». Исключение сделали для хлебной торговой точки на улице Верхняя Черепановых. Предпринимателям удалось убедить членов комиссии в том, что ее необходимо сохранить. Судьбу остальных ларьков рассмотрят на следующих совещаниях. Сотрудники администрации борются и с теми, кто не хочет регистрировать право собственности на построенный дом. От этого зависят поступления в городской бюджет и статистика введенного в строй жилья. За 6 месяцев введено в эксплуатацию 16 919 метров квадратных. За этот период 2013 года 9657 метров. 9500 в прошлом году, на это же время, за 2014 год это у нас практически 17 тысяч метров ОИЖС. Только за июль на обходах специалисты выявили 74 частных дома, строительство которых завершено. Всего в этом году более 500 объектов индивидуального жилищного строительства. Сведения о регистрации постоянно уточняются. На тех, кто не спешит оформить документы на право собственности, пытаются воздействовать через ресурсоснабжающие организации. Дома отключают от воды и тепла. Также, чтобы с регистрации не затягивали, решается вопрос о повышении платы за землю, арендованную для строительства. Барьеры рушатся. У людей с ограниченными возможностями станет больше шансов обрести работу. Правительство Свердловской области выделило 20 миллионов рублей на модернизацию и создание рабочих мест для инвалидов. Региональные власти будут помогать и бизнесменам, которые захотят трудоустроить человека с ограниченными возможностями. Обещают оплатить до 80% стоимости организации такого рабочего места. Дополню, сейчас сидят дома порядка 2000 инвалидов. Поселили у себя гномов и божьих коровок. Садоводы Тагила украшают свои территории для смотра конкурса огородников. Сегодня комиссия заглянула в гости к первым участникам. И узнала, что на некоторые участки тагилчан заглядывались даже иностранные гости. Анна Хабарова подробнее. Светлана Хабибулина – садовод со стажем. 20 лет назад приобрела участок 4 сотки. Приглянулся он ей сразу. Была установлена сантехника, проведено электричество. С тех пор вместе с двумя детьми облагораживает его самостоятельно. Недавно закончили строить двухэтажную баню. Но и это не единственный повод для гордости. Ну вот горжусь гортензией своей. Она у меня цветет. Просто красота. Третий год растет. И мне глаз радует, какая у меня красавица. Что я еще чем могу похвалиться. Вот этот у меня туя. Хвойное растение тоже вроде бы не вымерзает. Уральскому климату приспособленное. А семье Трегубовых 4 соток мало. Расположились сразу на 18. Их домик под кедром знают все соседи в округе. На погодные условия отсутствия урожая никогда не жалуются. При хорошем уходе растет и плодоносит даже виноград. В принципе опыт перенимают со всех городов. Вот честно говорю. Фотографии у нас объехали уже во многие города. Просто стопку берут наши фотографии. В Германии они были. Потому что она повезла. Вот как наши русские живут. Пусть посмотрят немцы, как у нас у русских все. Но это конечно не у всех. У всех бы было так. Каждый старается по-своему. На радость себе и для ежегодного смотра конкурса садовых участков. В этом году он проходит уже в 13-й раз. Выбирать будут и лучшего председателя. С него спрос немаленький. Должен следить за состоянием электроснабжения, дороги, вывозом мусора. Именно победителей назовут на городском празднике. Дне садовода. Который пройдет в первое воскресенье сентября. Садоводы должны выполнять все работы своими руками. Смотрим мы урожайность. Смотрим, как растения у нас. Как дизайн садоводческого товарища. Садовых участков. Дизайн, красота. Осматривать садовые участки тагильчан комиссия, в составе которой представители района, администрации города, будут еще два дня. Анна Хабарова, Александр Штраух, Анатолий Тютин. Новости Тагил-ТВ. Россиянам вернули зимнее время. 26 октября стрелки часов переведут на час назад. Президент Владимир Путин подписал сегодня соответствующий указ. Этому обрадовалась лишь четверть россиян. Что на этот счет, думают тагильчане, наша съемочная группа вышла на улицы города и узнала. Что, час дольше? Можно поспать? Без разницы. Уже достали с этой проблемой. Непонятно. Вот в час вперед на меня не влияет. Час назад, конечно. Я по своей сути жаворонок. Рано встаю, рано ложусь. Поэтому мне ради бога, я лучше рано встану. Если это идет во благо всем людям, то конечно, да. Но мне кажется, что да, удобно. Потому что как бы жили и нормально. Привыкли уже, что переводим. Детям лучше в школу ходить светло. Приз вновь нашел своего обладателя. Сегодня победителем нашей постоянной рубрики на лучшую новость от телезрителя стал Дмитрий Сидлецкий. Руководитель клуба «Гранит». Вместе с казаками он устроил для детей военно-полевые сборы, на которых обучил их боевым искусствам, а также езде на лошади. За это мы с удовольствием вручаем нашему телезрителю приз. Поздравляю вас в победе в конкурсе за лучшую новость от телезрителя. И вручаем вам подарок от нашего магазина «Солнечный сад» из набора садоводов. Тагил ТВ за освещение новостей в нашем городе, Нижний Тагил. Ваша история тоже может стать частью нашего эфира. Сообщайте о самом интересном по телефону 419551 или пишите на сайт tagildefistv.ru. За это дадим приз от спонсора рубрики «Экстрим Клуб Адреналин» – сертификаты на сплав по реке Джусавая. Я напоминаю, Тагил ТВ теперь вещает круглосуточно. Ищите наш канал в пакетах крупнейших операторов. Ростелеком, кнопка 22, МТС 41 в аналоговом формате и 32 в цифровом. Спасибо, что остаетесь с нами. До завтра. Белвест. Солнечный удар по ценам. До конца июля магазины белорусской обуви «Белвест» объявляют распродажу летней коллекции. Наши адреса – Фрунзе 58, газетная 72, проспект Ленинградский, 38, магазины «Белвест». Внимание! Садовый магазин «Солнечный сад» открылся в Нижнем Тагиле в торговом центре «Реал». Теперь и у жителей этого города есть место, где можно найти все необходимое для сада и огорода. Приглашаем жителей Нижнего Тагила в наш «Солнечный сад». Рубрику представляет компания «Сенегорье». Погода внесла коррективы в расписании спортсменов. Молодая гвардия «Единой России» устроила состязание для самых активных. Но из-за сильного дождя соревнования по скейтбордингу пришлось отменить. А вот биомиксеры свои минуты славы дождались. Площадка высохла. Любители велосипедного мотоэкстрима, в том числе и из области, соревновались за кинотеатром «Россия». Езда на заднем колесе, вращение велосипеда вокруг переднего колеса, всевозможные сальто и многое другое удивляло зрителей в течение всего дня. Порядка 30 участников показывали минутные трюки. По итогу финальных заездов бронза досталась Ильичу школу. Серебряная награда у Александра Малых. Чемпионом BMX соревнований стал Илья Талдыкин. Все призеры получили почетные грамоты и подарочные сертификаты от магазина-спонсора. В Верхней Пышме тем временем погода не подкачала, позволила провести первенство Уральского федерального округа по велоспорту. Тагильчане привезли на родину пять золотых, пять серебряных и три бронзовых медали. Дмитрий Бердин стал лучшим в гонке на три километра. Вторым стал тоже тагильчанин Илья Петров. Он же одержал победу в первом этапе групповой гонки. Замкнул тройку призеров Никита Малов. Кольцевой гонке серебро Тагилу принесла Ева Михеева. Все ребята занимаются в детско-юношеской спортивной школе номер четыре. С Международным днем шахмат поздравляли друг друга интеллектуалы в эти выходные. Соревновались и в свой праздник. В шахматно-шашечном центре прошел отборочный этап Кубка города по молниеносной игре. Его победителем стал Павел Безденежных. Второе место у Павла Махнёва. Бронза у Юрия Петрова. На следующий день борьба не прекратилась. В отборочном этапе Кубка города по быстрым шахматам первым стал Владимир Путилов. Следом за ним Владимир Кузнецов. Третье место у Анатолия Ашгибцева. Тагильская пловчиха не оставила европейцам шансов. Накануне в нидерландском городе Дордрех два воспитанника спортивного клуба «Спутник» приняли участие в чемпионате Европы среди юниоров. За три дня соревнований Дарья Устинова взяла сразу три золота на дистанциях 50, 200 метров на спине и в составе комбинированной женской эстафеты 4 по 100. За это время спортсменка установила три рекорда соревнований, два юношеских рекорда мира и России. Также в чемпионате Европы принял участие тагильчанин Максим Трубинов. На этом у меня все. Главных спортивных событий города смотрите завтра в это же время. Анна Хабарова, Егор Егошин, Новости спорта, Тагил ТВ. Хотите пить настоящую родниковую воду? Обращайтесь в компанию «Сенегорье» и вам доставят воду из экологически чистого источника, расположенного в заповедном уголке природы. Вода «Сенегорская» – залог здоровья и успеха. Телефон службы доставки 40 1207. Рубрику представляет компания «Сенегорье». Погода внесла коррективы в расписании спортсменов. Молодая гвардия «Единой России» устроила состязание для самых активных. Но из-за сильного дождя соревнования по скейтбордингу пришлось отменить. А вот биомиксеры свои минуты славы дождались. Площадка высохла. Любители велосипедного мотоэкстрима, в том числе и из области, соревновались за кинотеатром «Россия». Езда на заднем колесе, вращение велосипеда вокруг переднего колеса, всевозможные сальто и многое другое удивляло зрителей в течение всего дня. Порядка 30 участников показывали минутные трюки. По итогу финальных заездов бронза досталась Ильич в школу. Серебряная награда у Александра Малых. Чемпионом BMX соревнований стал Илья Талдыкин. Все призеры получили почетные грамоты и подарочные сертификаты от магазина-спонсора. В верхней пышме тем временем погода не подкачала. Позволила провести первенство Уральского федерального округа по велоспорту. Тагильчане привезли на родину пять золотых, пять серебряных и три бронзовых медали. Дмитрий Бердин стал лучшим в гонке на три километра. Вторым стал тоже тагильчанин Илья Петров. Он же одержал победу в первом этапе групповой гонки. Замкнул тройку призеров Никита Малов. Кольцевой гонке серебро Тагилу принесла Ева Михеева. Все ребята занимаются в детско-юношеской спортивной школе номер четыре. С Международным днем шахмат поздравляли друг друга интеллектуалы в эти выходные. Соревновались и в свой праздник. В шахматно-шашечном центре прошел отборочный этап Кубка города по молниеносной игре. Его победителем стал Павел Безденежных. Второе место у Павла Махнёва. Бронза у Юрия Петрова. На следующий день борьба не прекратилась. В отборочном этапе Кубка города по быстрым шахматам первым стал Владимир Путилов. Следом за ним Владимир Кузнецов. Третье место у Анатолия Ашгибцева. Тагильская пловчиха не оставила европейцам шансов. Накануне в нидерландском городе Дордрех два воспитанника спортивного клуба «Спутник» приняли участие в чемпионате Европы среди юниоров. За три дня соревнований Дарья Устинова взяла сразу три золота на дистанциях 50-200 метров на спине и в составе комбинированной женской эстафеты 4 по 100. За это время спортсменка установила три рекорда соревнований, два юношеских рекорда мира и России. Также в чемпионате Европы принял участие тагильчанин Максим Трубинов. На этом у меня все о главных спортивных событиях города. Смотрите завтра в это же время. Анна Хабарова, Егор Егошин, новости спорта Тагилтв. Хотите пить настоящую родниковую воду? Обращайтесь в компанию «Сенегорье» и вам доставят воду из экологически чистого источника, расположенного в заповедном уголке природы. Вода «Сенегорская» – залог здоровья и успеха. Телефон службы доставки 40 1207.